Микроконтроллеры от Ардуино уже не игрушка и они очень быстро пользуются нашу жизнь и отлично помогают электроникам. Они могут многое, особенно в сравнении светодиодов до систем умных домов. Микроконтроллеры – тема серьезная и основополагающая настолько, что 15-летний Евгений Черепанов решил написать учебник для начинающих техников Нижневартовска. А где теория, там и практика. По уже готовым главам пособия юноша рассказывает о необходимости этой электронной детали в современной жизни своим единомышленникам. Можно даже не для детей, а уже вообще общие разные возраста. И там сначала описывается о выходах, потом говорится о том, как использовать, как программировать. На занятия по изобретательству в Нижневартовский центр технического творчества «Патриот» ходят порядка сотни школьников от 7 до 18 лет. Многие из них доказали эффективность своих проектов на конкурсах регионального и всероссийского масштаба. Есть даже такие, которые при доработке могут решить серьезные вопросы экологии, энергосбережения и многого другого. Это же юные техники. Их изобретение – это какая-то изюминка. Найти изюминку сейчас очень сложно. Сейчас столько изобретений. Поэтому, если что-то даже несложное не придумают, это тоже очень интересно и полезно в будущем будет. Этот изобретатель потрудился на благо слабовидящих людей. Бекк построил свое творение на основе парктроника. Рабочие названия – ультразвуковая трость. Фактически же, это коробка с электронными элементами, которая с помощью звуковых эффектов оповещает владельца о препятствии. Этот датчик определяет расстояние до объекта. Этот датчик реагирует на пищалку, которая запрограммирована так, что при определенном расстоянии она пищит по-разному. Если расстояние очень близкое, то она пищит часто. В будущем такую электронику можно поместить как на обычную трость, так и на часы. Примерная стоимость такого прибора при промышленном выпуске не будет превышать 5000 рублей. Во время работы над изобретением делится молодой человек. Он многому научился. Не только в теории, но и на практике разобрался в основах электроники и программирования. А это изобретение очень необходимо во время эпидемии ОРВИ и гриппа. На кончиках вот этих иголочек вырабатываются отрицательные ионы, которые не только обогащают воздух, но и помогают очистить его от микробов и пыли. Отличная альтернатива, по-моему, нашим современным очистителям. Кроме того, работает всего от 12 вольт. Современные технологии во многом облегчают жизнь юным изобретателям. На их основе они могут создавать простые, но полезные вещи. Причем не всегда они несут практическую значимость. Это может быть, например, просто электронная игрушка. Главное, отмечает педагог, это тот опыт, который дети получают при работе над изобретением. Наталья Дубакова, Рамиль Хайрулин, телерадио компания «Югра», Нижневартовск.